Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Господин Моргансон, отец вас просил еще немного подождать Он вернет вам долг сразу, как только у него купят несколько очков Конечно, он хочет, чтобы я простил ему долг и дал немного хлеба Да, если можно Передай своему отцу, что в Голландии живет слишком много нищих И всех их я прокормить не могу Не могу Когда же все это кончится? Когда? Ну, почему я должен клянчить у этого Борова? Свежая рыба! Свежая рыба! Покупайте свежую рыбу! Маленький мир, опрокинутый в капле Может на землю нечаянно капнуть Замками и городами С дамами и господами Нежный сверкающий шарик Спыху незамет Ах, смотри Надо скорей показать отсюда А дед! Я видел чудо! Только что через каплю дождя я видел свой палец Он покрыт бороздами, как поле весной А под ногтями столько грязи, как будто там не чистили 10 лет Играйте Эти линзы вам заменят дождевые капли Ого! Как жаль, что в линзе все такое маленькое Вот бы увеличить Эколопу Раз изображение мелкое Будем рассматривать его в увеличилку Смотрит приветливо с крыш черепица Кружевом дым над домами кружится Флюгеры, башни и шпили В небе спокойно застыли Как часовые застыли Башни и шпили Ах, как это замечательно! Я чувствую, у нас в руках великое открытие Только в руках держать неудобно, все сбивается Может закрепить на какой-нибудь дощечке А что если... Нет, а что если сделать две трубки И вставить туда по линзе? Ах... Если каждую такую трубку продавать под Вагульдена Можно покупать сколько хочешь хлеба, яиц и мяса Для одних это будет просто игрушкой А морякам и военным она поможет в их нелегком деле А как мы это назовем? Трубка помогает разглядывать далекие предметы Значит, это далеко гляд Далеко гляд? А по-научному телескоп Клескоп Господин Моргансов, отец попросил вас принять вот этот вот подарок Конечно, он хочет, чтобы я простил ему долг и дал немного хлеба Но что же мне с ней делать? На что она мне? А вы взгляните в нее Ох ты! Право не знаю Разве что моему оболтусу ко дню рождения В школе одни двойки, а подарок подавай Спасибо Так, 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 так А что если эту трубу продать какому-нибудь моряку или генералу? Или даже эрцгерцогу? А, самому принцу? Ваше изобретение, господин... Моргансон Оно любопытное Я доложу о вас принцу А пока вот вам 20 гульонов Кстати, нельзя ли сделать так, чтобы телескоп давал изображение не вверх ногами? И я постараюсь И еще Армии нужна не одна труба 40 труб И все по 20 гульонов Но это же будет 800 гульонов Это же целое состояние Ваша милость Да, целое состояние Ваша милость Ваша... Янсен, я буду платить вам за каждый телескоп по 5 гульонов 5 гульонов Так это же бешеные деньги Да, но зачем вам 40 телескопов? Ну, какая разница, Янсен Надо и все тут Его милость эрцгерцог Янсен, Янсен Мне нужны очки Два дня назад я их разбил Теперь очень плохо вижу Проходите сюда, Ваша милость Рад буду вам помочь Видите ли вы этого господина? Нет, что-то смутное и нерезкое. Ну, а сейчас? О, теперь получше. А сейчас? Еще лучше. Ну, а теперь? О, так это вы... Моргансон. Несколько дней назад я с моими детьми изобрел зрительную трубу, которую назвал телескопом. Господин Моргансон сделал мне огромный заказ. 40 телескопов. За каждый прибор он платит по 5 гульденов. Для такого бедняка, как я, это целое состояние. Как? Телескоп изобрели вы? Да. Моргансон! Моргансон! Куда девался этот мошенник? Каторгу! На галеры! А вам ясно. Я заказываю 40 телескопов. По 20 гульденов за штуку. Это приказ принца. Не трудитесь считать. Вы получите 800 гульденов. Прощайте. Только не на галеры! Только не на галеры! А тебе, Плут, я позабочусь. А-а-а-а! Так... Что же Моргансонова отправили на каторгу? Ну, этого я не знаю. А Янсону разбогател? Ну, одни думают, что разбогател. Другие, что так и остался бедняком. Кто знает. Прошло почти 400 лет. На что похож Сатурн? На шляпу. Ну, а дальше-то что было? Телескоп. А дальше телескоп, наконец, применили для дела. Итальянский ученый Галилео Галилей направил телескоп на небо. Те старые телескопы были очень слабыми, но и с ними Галилей рассмотрел горы на Луне. Он увидел, что Венера не звезда, а похожая на Луну и Землю планета. Много он сделал открытий, но так и не смог разглядеть, что там по бокам у Сатурна. Через 300 лет телескопы стали напоминать огромные машины. Этот самый крупный в мире телескоп одного роста с 12-этажным домом. Это не только самый большой, но и очень умный телескоп. Его мозг электронно-вычислительная машина. Пройдет немного времени, и астрономы по ночам будут спать. Телескопы сами будут фотографировать то, что их попросят. А днем будут вычислять и обдумывать, что увидели ночью. А еще хорошо, чтобы телескопы сами писали научные статьи в астрономический журнав. Ну тогда, прежде чем написать эту статью, они должны будут обсудить ее с другими телескопами. Как это? А по телефону. Представляете, наш телескоп звонит американскому телескопу. Доброе утро, коллега! Как ваши дела? Превосходно, отвечает тот. Сегодня на небе не было ни облачка. Она же говорит, я слышал, что сегодня на всем земном шаре не было ни облачка. И все телескопы мира очень довольны. Маленький мир, опрокинутый в камле, Может, на землю нечаянно капнут. С замками и городами, С домами и господами, Нежный светкающий шарик С пехом и замер.